Здравствуйте, дорогие мои зрители! Сегодня у меня последний заказ по 14-му каталогу Фоберлик. Уже вроде бы не нужно было мне ничего заказывать, но получилось так, что в течение всего периода этого каталога не было на складе гелей для душа с кокосовым молочком. А моя подруга очень просила, чтобы я его ей заказала. И сейчас я вам покажу, какое количество она заказала для себя любимой. Вот. Я же не могла ей отказать, если ей так нравится этот гель. И этот гель она заказывает уже четвертый раз по такому количеству. Сейчас я прочту, чем же он так знаменит. Ну, во-первых, он очень-очень вкусный у него аромат. Это просто обалденный. Вот. С кокосовым молочком и молочными протеинами. Погрузитесь в райское блаженство. Начните день с наслаждения нежностью. Роскошное сочетание кокосового молочка, молочных протеинов увлажнит кожу, а приятный аромат унесет вас в мир неги и спокойствия. Вот, наверное, скорее всего, моя подруга улетает в мир неги и спокойствия. Поэтому он ей так нравится, и она решила себе сделать много-много запасов. Тем более этого геля в следующем каталоге почему-то нет. Ну, как вы знаете, что для того, чтобы получить 20% скидку, надо сделать заказ на определенную сумму. У нас в Беларуси эта сумма составляет 26 рублей, или 260 тысяч, как старыми деньгами. Мы еще все никак не привыкли к новым, поэтому и так, и так у нас цены написаны, и рассчитываемся, и так, и так. Ну, а я себе заказала средства, которые всегда нужны дома, обязательно. И в этом каталоге они были с хорошей скидкой, поэтому я решила, что пусть они будут, но запас никогда не мешает. Это средство для посуды. У меня такое сейчас средство есть, я на кухне посуду и мою. Мне оно очень нравится, это средство с шалфеем. И здесь пишут, подходит ли мытья детской посуды, бутылочек, овощей, фруктов. И здесь аромат свежего лайма. Мне очень нравится это средство. Оно очень нежного такого аромата, приятного. На посуде оно не оставляет никакого запаха. Поэтому я две такие бутылочки, я такие и заказала. Но решила попробовать еще вот такое вот новое средство. Здесь написано то же самое, для чего оно подходит. И написано легкий природный аромат с алоэ вера. Сейчас я его понюхаю. Не знаю, какой он природный аромат, но пахнет очень-очень сладко. Честно говоря, мне не очень нравится аромат этот. Ну, будем надеяться, что на посуде этот аромат никакого следа не будет оставлять. И вот удивительное тут написано, я вот прочла. Спелые томаты, желтый перец, зеленые листья салата хорошо смотрятся, как в разноцветной, так и в белой посуде. Яркая сервировка создаст атмосферу тепла и уюта. А о чистоте дома позаботится фаберлик. Сначала я немножко не поняла, при чем тут все эти овощи. А потом до меня дошло, что неважно на какую посуду вы положите эти овощи. Главное, чтобы эта посуда была чисто вымыта, прекрасно смотрелась. Значит, она будет вымыта вот этим вот средством. Ну, и еще я себе заказала вот такой вот шампунь. Шампунь для восстановления волос. За лето, конечно, наши волосы очень пересохли от солнышка. В шляпе я ходить не люблю. Ну, я ее, конечно, одевала, когда мы ездили отдыхать на море. Ну, а дома я шляпу не ношу никогда. Вот. И решила, что надо уже заняться немножечко восстановлением волос, так как волосы постоянно красятся. И вот такой вот новый шампунь решила я попробовать. Новый. Он не вообще новый в каталоге, а новый для меня. Шампунь для глубокого восстановления волос с маслом Амлы. Деликатно очищает, питает волосы, укрепляет их корни. В Индии масло из плодов Амлы издавна используют для восстановления волос. Масло Амлы содержится рекордное количество витамина С, которое продлевает жизнь зрелым волосам, стимулирует рост новых. Шампунь восстанавливает межклеточный цемент волос, придает волосам плотность и блеск подходит для ежедневного применения. Написано очень хорошо, очень красиво, доходчиво. Будем мыть волосы и, надеюсь, будем восстанавливать. И как же без кондиционера, а тем более здесь написано кондиционер-сыворотка. И я думаю, что это двойной удар витаминов по моим волосам будет. Вот, здесь написано то же самое, я читать не буду. Но вот способ применения. Нанести кондиционер-сыворотку на влажные волосы на 1-2 минуты. Если сильно повреждены, то на 3-5. А затем тщательно смыть. Рекомендуется использовать в сочетании с шампунем, который такого же состава. Я нигде не могла прочесть, что же дает вот эта вот сыворотка-кондиционер. Я думала, что она не смываемая. Вот, но так как она смываемая, я думаю, что надо мне еще заказать эликсир из этой же серии для поврежденных волос. И вот тогда это уже будет полный. Вот такой вот он здесь, вот этот эликсир. Я сразу как-то не подумала об этом. Думала, что сыворотка не смываемая. Вот, но в следующий раз, в следующем каталоге я обязательно это закажу. Вот, ну вот и весь мой заказ. Такой вот нежданный, негаданный заказ по 14-му каталогу. Я уже сделала заказ по 15-му. И вам, конечно, его покажу и о нем расскажу. Но там в основном у меня помады, лаки. В общем, хозяйственного ничего нет. Я в прошлый раз вам рассказывала, что я заказала две помадки. Вот одна у меня на губах. Это 42-026. Помада просто замечательная. Ложится на губы как по маслу. Не надо вот... У меня она сейчас даже без карандаша. Без обводки карандашом в смысле. Вот. И подруга тоже ей понравилась моя помада. И ее цвет, и как она ложится. Она пробовала, делала свод себе на руке. И решила тоже заказать. Так что у нас помадок там очень много. Только я себе заказываю светленькие, а она заказывает себе более яркие. Вот так вот, дорогие мои. Надеюсь, вам понравилось то, что я вам рассказывала. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok